Практическая психология Практически, когда говорим про низкую самооценку, некоторые люди, наоборот, говорят, да я, да посмотрите, у меня сколько всевозможных успехов, да? Давайте мы сейчас с вами попробуем описать человека, ну сначала внешне, а потом психологически какие-то характеристики, как можно узнать, что это человек с низкой самооценкой? Во-первых, я бы сказала, не как узнать, а предположить. Предположить, да, давайте так. Давайте будем осторожны, потому что человек, сами знаете, довольно сложное такое создание. Первые признаки возможной низкой самооценки – это всё-таки некая неуверенность человека в себе, опущенный взгляд, плохое настроение, неудовлетворённость собственной жизнью, неудовлетворённость какими-то идеями, которые ему предлагают. Да, я бы, наверное, вот и хотела вроде интересно, но не делает шаг. Неудовлетворённость собственным выбором, неумение делать выборы, нежелание делать выбор, потому что так проще. Да. Ну вот что-то такое. А мы с вами этого человека можем увидеть, ну так, предположительно, да? Да, конечно. То есть, что даже прямо по телу считывается? Конечно. Потому что человек даже двигается иногда, уже потому можно увидеть, что маленькие шаги, лишний раз, если непонятная ситуация впереди, там вроде небольшая лужа, но он гарантированно будет обходить, даже что она прозрачная. Такие люди часто жалуются окружающим на всё, что угодно. Ну, конечно. Да? Да, конечно. Причин видят чаще всего не в себе, а, например, в ком-либо. В ком-либо, в ситуации, жизнь такая, государство у нас такое, и все наши... Боюсь произнести не очень литературное слово. Перипетии жизненные. Да, всё, что не устраивает, это всё виноват кто-то. Но надо отметить, что есть и люди, которые говорят, да, наверное, виноват сам. Такие тоже есть. Мне кажется, всё больше и больше становится таких людей. У нас сейчас достаточно много информации, поэтому люди, ну, слава богу, много читают, много при всём том, хоть в сетях, но общаются, тем не менее. Задаются этими вопросами. Литературы, слава богу, тоже по психологии хватает. Мало того, вот я прямо сейчас хочу, чтобы мы с вами тоже это в эфире, а не вне эфира озвучили. Сейчас же очень много всевозможных онлайн-тестов, да, вроде как. Ты можешь прямо взять, на них поотвечать, и тебе выйдет вердикт, например. И очень, да, у вас низкая самооценка. Очень хочется сказать, что ребята, будьте осторожнее. Во-первых, любой тест – это ситуативно, это сегодня, это сейчас, это совсем не... У меня может быть настроение. Просто сейчас настроение такое, потом оно изменится. И поэтому я так ответила на эти вопросы, да? Да, и принимать это за стопроцентные результаты, что мне завтра надо бежать уже на терапию, ну, совсем не факт. Другое дело, что когда... Принять к сведению. Я, как гештальтист, всегда призываю обратиться к чувствам. Вот если что-то, беспокойство появилось внутри, вот тогда да, звоночек. А если посмотрел, ну, вроде бы, ну, да, ну, низкая сегодня. Смотрите, низкая самооценка, если я её принимаю, если я, ну, как не диагноз, а скорее как факт на сейчас, это ведь опять выбор, да, я сознательно ничего не делаю. Ну, вот низкая, ну и ладно, похожу с такой. Меня, в принципе, устраивает. Это достаточно здоровое принятие себя. А если внутреннее напряжение возникает по каким-либо поводам? А если вот беспокойство, если, что называется, валится всё из рук, если день такой даже, кажется, уже осень, и вообще всё плохо, лето закончилось, хотя прекрасный денёк, да, то вот здесь стоит уже подумать, а что же я всё вижу-то в таком свете? И что меня прежде всего беспокоит? Беспокойство с ними тоже можно справиться. Наши люди, к сожалению великому, скорее приучены справляться вот так, задавливать в себе. Ну, в очередной раз можете задавить. А может быть, просто разобраться. Хорошо. Вот, Валя, давайте я сейчас попробую зачитать ещё такие симптомы, да? Так, значит, что? Перфекционизм, повышенная потребность во внимании, манипулятивность, неумение отстаивать свои права, соглашательство, да? Ведь это тоже такие симптомы, можно сказать, человека, у которого низкая самооценка. Ну, можно отнести к низкой самооценке, хотя, наверное, я бы тоже так немножечко осторожна. Осторожна, да? Хорошо. Потому что для этих признаков есть и другие причины. Мы сейчас не будем далеко туда уходить, всё-таки ближе к самооценке. А самооценка, ведь что такое самооценка? Это я себя оцениваю. Когда-то эта самооценка начала складываться. Причём, если она действительно низкая, то есть это там, ну, в 90, наверное, с лишним процентов случаев, там, тяните в детство, и там найдём многое, что найдём. Вот, мы как раз сейчас следём, откуда же она берётся, эта самооценка, в каком возрасте закладываем. Мы, как родители, у нас, как у детей. Реакция мамы на плач ребёнка, если он не чувствует себя любимым, нужным, если мама не бросается к нему на его первый писк, и он долго лежит, это уже мы закладываем низкую самооценку. Я не нужен, я не любим. Так, дальше. Когда мы уже начинаем бегать в детский садик? Ну, тут уже у нас тех, кто нам может её приплюхнуть, эту самооценку, и хватает у неё, начиная с детского садика воспитателей, не совсем, слава богу, не все такие, но и такие есть, когда нас одёргивают, когда ты делаешь не так, когда оценивают не поступок, а ребёнка, говорят, что ты плохой. Вот, пожалуйста, это всё. Там и бабушки, и дедушки пошли, и соседи недовольные, плачем ребёнка и так далее, и тому подобное. В общем, рассказать, что... Школа ещё и... Ну, школа там добавляет... Социальные, да? Чем шире круг социальный наш, чем больше он увеличивается, тем больше шансов, что попадётся человек, который нам эту самооценку может снизить. При условии, что вот этого внутреннего стержня ещё не сформировано. Сейчас, если мы говорим о детях. Да. И так получается, что в детстве мы нам, да, припомнили, припомнили там всех этих воспитателей, припомнили бабушек и дедушек. Да, ну, слава богу, выросли до половозрелого возраста, 18 лет. И надо как-то в жизнь идти и заявлять о себе, что делать, как человек может что-то изменить в своей ситуации. Ну, первое, наверное, с чем все, это осознать, что проблема есть. Не люблю слово «проблема» на самом деле. Задача. Да, задача. И задача, скорее всего, вытекающая из того, что, да, я хочу что-то сделать, а шаг не делаю. Что мешает? То есть явно есть какой-то барьер. И вот этот барьер и есть задачка, да. Надо его как-то убрать, надо как-то... И тогда стоит начать с осознавания, а что же такого я делаю и откуда это пришло. То есть всё-таки вы предлагаете человеку покопаться, да, где вот это самое первое, да, вот этот камень преткновения, о котором я запнулся. Или же можно этим не заниматься? Да, наверное, можно не заниматься, только всё равно догонит. Догонит, да? Да, конечно. Где-нибудь, когда-нибудь догонит. Справиться с этим жить можно. Кто сказал, что с низкой самооценкой невозможно жить? Можно. Масса людей живут. То, что не устраивает их жизнь, ну, нам же говорят, потерпите, наши религии призывают, Бог терпел, нам велел и так далее. Человек к этому привык, особенно в нашем менталитете это очень сильно выражено. Слава Богу, сейчас ситуация сильно меняется. Моё поколение этим пришиблено, придавлено как угодно. И люди зрелые сейчас, опять же, вот почему эта проблема возникает у людей зрелых? Да потому что они всю жизнь привыкли и уже что-то с этим делать не могут, не умеют, не знают и просто боятся. Или не хотят уже даже, да, в какой-то степени? Не хотят, это самое последнее. Они, может быть, уже хотели, но они не знают, что с этим делать. И страшно же довериться. Доверие-то ведь, если самооценка относительно в норме, уровень доверия себе и миру достаточно высокий. Это да. Если наоборот, то, соответственно, доверие очень низкое. Поэтому можно пытаться самому что-то делать. Нужно в первую очередь. Почему? Потому что, ну, как минимум, ты начинаешь что-то делать. И если ты уж придёшь к специалисту, пойдём ближе к психологам уже, то хотя бы уже легче заявить. Потому что, да, я подумал над этим, и это так проявляется. Хотя бы можешь уже сказать, что происходит с тобой и как. Зачастую человек приходит и говорит, я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, как это проявляется. Я знаю, что у меня нет достижений каких-то. Я там кое-как выучился, получил образование, найти работу не могу. Жену найти не могу или замуж не выхожу, потому что все мужики не соответствуют и так далее. То есть проблемы есть, а сформулировать и что, осознать, что это именно во мне что-то есть, и я могу что-то поменять, вот до этого ещё дойти надо. Поэтому, если попался какой-нибудь пример из интернета, почему нет, пробуйте, делайте. Проводите тесты, смотрите. Читайте интересную, да, лучше научную литературу. Разговаривайте. Кухонную психологию тоже никто не отменял. Делитесь с подругами, с друзьями, особенно молодёжь. Обсуждайте между собой. Да бог с ним. В сетях. Пишите эти посты. Собирайте эту реакцию. Почему нет? Современный способ коммуникации, он ведь, в принципе, довольно удобный в этом отношении. Делитесь мнением, отторгайте чужое. И если хотя бы начнёте, в сети можете написать. Заявить сам себе. Нет, я не согласен, а я думаю так. Это уже шажочек. Вот туда, да, отстаивать свою точку зрения, а это как раз уже высокое, ну, если не высокое, нормальная самооценка. Это же один из тоже таких банальных первых признаков, когда не могу сказать нет. Или не могу сказать, что, знаешь, я имею право на своё мнение. Они всё время соглашаться с чьим-либо. Да, да. А ведь некоторые со слов людей говорят, нет, я не пишу комментарии в посты, потому что там столько потом может свалиться на меня вот этих оскорблений всяких. Вот уметь вот это пройти, и это один из признаков. Для современных людей молодых, я думаю, это вполне понятно. Это можно и нужно делать. Вот если не получается, тогда он даже придя, у меня единственная, правда, девочка была, которая пришла, она сказала, я так злюсь, когда вот такие комментарии идут. То есть явно там эта проблема. И это была точка отсчёта, что она начала что-то делать. Она поняла, что её просто это раздражает. И в то же время она хочет в Инстаграме всё-таки обмениваться своими постами. И когда пишут всё хорошо, всё замечательно. Как только написали что-то не совсем, с чем она согласна, там взрыв эмоций идёт. Отлично, живая девочка. Да, вполне живая. Чувствует и понимает себя. Когда она заявила, что да, наверное, когда вышли к этому, наверное, у меня низкая самооценка, и мы начали разбирать, откуда она узнала. Ну вот я же так реагирую. А то, что я реагирую, ну пусть она там не пишет, но она злится, эти эмоции существуют, она пока просто не увидела. Вот как раз об этом я и говорю, чтобы не пропустить. Вот психолог это увидит, психотерапевт это увидит, ну кто занимается этим делом. И в этом отношении просто то движение в изменениях, оно просто будет быстрее. Я всегда говорю, что ребят, почему мучиться? Почему самому себе только голову мучить? Идите, пусть еще кто-нибудь с вами за компанию мучиться, населее будет. Ну и продуктивнее. Конечно, сто процентов. Как показывает практика. Быстрее, во всяком случае. Валь, давайте вот мы с вами попробуем сейчас. Нас слушают люди, у которых есть дети. Каким образом мы можем помочь сформировать адекватную самооценку ребенку? Что можно сделать изо дня в день? Ну, как говорится, мама, папа уже, они говорят, ну ладно, мы как-нибудь сами разберемся со своей самооценкой. Но тут подрастающее поколение, да, и как-то бы не покалечить, да, а помочь. Что нам можно сделать, чтобы наши дети были с адекватной самооценкой? Одновременно хочется сказать, и что сделать, и главное, чем не сделать. И что не сделать, да. Давайте мы так и проговорим, что точно нужно сделать, а что точно не надо делать. Потому что первое, когда мы говорим, спросите любого родителя, тоже мама, знаете, любишь своего ребенка, да, конечно, безумно, он самый лучший на самом деле. Как часто дети слышат, что ты самый лучший. Далеко не многие, далеко не всегда. И мамы готовы об этом говорить кому угодно, всем соседкам расскажут. А вот ребенку почему-то забывают. Удивительное дело. Сейчас, как мне кажется, это немножечко меньше проявляется. Опять же, это вот в моем поколении было. Но из поколений в поколение мы передаем. Мы подолюбленные, мы вот, ну, по крайней мере, я про себя говорю, да, меня, например, да, долюбили, да, и поэтому, и я уже знаю, как это, любить своих детей. Но ваше поколение, да, не обессутие, но мне кажется, что вас не любили в то время так сильно, вот именно так, как нас это, да. И первое, вот это, самое первое, это вот спросите себя, что значит для вас любить ребенка. Любить ребенка. Ну, тоже у каждого будет свое. Кто-то, например, там, купить последнюю, там, да, какую-нибудь там игрушку. Мы ведь, по большому счету, и все замечания, которые мы делаем детям, мы же делаем во благо. Мы же хотим, чтобы они были лучше. Мы им все время пытаемся поднять планку, чтобы они совершенствовались. Все ради этого. Очень верю. Другое дело, как мы это делаем. А как правильно? Ну, прежде всего, вроде бы, как мне казалось, абсолютно известная штука, но сегодня, кстати, вот девочка как раз тоже у меня была с самой оценкой. Самое простое, это не оценивать ребенка и личность, оценивать поступки. Так, со стороны. На всех заборах, наверное, это написано. Ну, во всяком сути, ну, я имею в виду всю литературу. То есть, как такой хороший Гриша мог сделать такой плохой поступок, да? Да, это первое. Во-вторых, к сожалению, в детстве нас очень часто родители, в первую очередь, отучают чувствовать. Вот дождичек, лужа, да. Анечка, ты же не хочешь быть грязной девочкой? Анечка хочет. Анечка так в эту лужу хочет забежать, потому что он так классно блестит, сверкает, да еще и все разлетаются эти брызги. И этого хочется. Она говорит, да, наверное, вот мама рассказала, мама же лучше знает. В результате немножечко свои чувства, вот это и желание она немножечко приглушила. Сначала как ребенок она это делает. Почему? Потому что, скорее всего, боится осуждения или нелюбови как раз. Мама же не будет меня любить, если я сделаю любовь. Если я сейчас испачкаюсь, да, в этой луже. Да, да, грязную это никто ведь не любит, на самом деле. И потом, когда в очередной раз попадает в такую ситуацию, там такое чувство вины нарастает. Естественно, что оно делает? Оно притупляется, приглушается, все уходит. Я люблю это называть иногда слоеный пирог эмоций. Да, вот одно на другое накладывается, накладывается. И вроде бы все благополучно, подросла девочка. Умненькая, красивенькая, чистюля. И вот чистюля, да, и она вроде бы и любит прибираться. А что-то с ней происходит, когда она прибирается. Она все время злится. Блин, да это уборка опять. Или наоборот, перфекционизм. Знаете, тут не совсем идеальная чистота. Да, ну а тут, конечно, достается кому в первую очередь? Мужу, да. Что ты такой раз такой вот не поддерживаешь. И в результате, когда она приходит, даже уже к психологу попав, она говорит, нет, с этим все в порядке. Я очень чистоплотная, все, я же его хочу приучить к порядку и так далее. Не понимая того, что это уже внутреннее ее сопротивление. Вот знаете, вот мы с вами сейчас говорим на одном языке, и мы понимаем, да, ну, например, у меня муж, он говорит, я не понимаю, как, например, любовь к чистоте может быть равной вашим измерениям самооценки. Да, то есть вроде как совсем абсолютно разные критерии. Вы что за критерии такие берете? Вот каким образом мы с вами, осознавая, понимая, что вот этот, 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 когда маркер, да, это вот как раз про самооценку, каким образом взрослый уже человек может, понимая свои вот эти ошибки, да, может повесить эти ошибки на своих собственных детей. То есть ведь тут тоже, смотрите, да, меня-то воспитали, чтобы я была чистюлей, там, к примеру, там, да, перфекционисткой во всем, и я, конечно же, хочу, чтобы мои-то дети примерно были такими же, потому что вроде как мне это помогало выжить. Ну, с одной стороны, мы ведь не только говорим, мы еще показываем. И они берут пример. И они берут просто пример. И, опять же, банальная фраза, да, счастливого ребенка могут воспитать только счастливые родители. И если я сам несчастен, если я все время испытываю какой-то дискомфорт, если я периодически вот это с плохим настроением хожу и говорю, что да, вот, если бы вот в свое время я там что-то, может, мои успехи были бы лучше, я больше бы денег зарабатывала или еще что-нибудь. Любой ребенок понимает, что да нет, не настолько, хотя для ребенка родители боги, но что-то, что-то тут не так. Как-то боги не очень счастливы, да? Любой боги не очень счастливы, да. А особенно, ну, если брать все-таки до семилетнего возраста, там сами знаете, что это, ну, родители действительно боги. Ну, и еще надо очень важно, на мой взгляд, помнить, что вот от ноля до семи, так называемый, говорят, мамин период, не знаю, согласна, нет, но мне эта градация очень нравится. Когда действительно мама больше всего отдает и больше всего любви дает. Поэтому и надо быть повнимательнее и к маме, и маме, потому что вот в это время она формирует как раз. А потом начинается пилет, когда уже оба родителя активно должны принимать участие, 7-14, да. Принимать участие в ребенке как бы пополам. И здесь очень многое зависит от их совместимости, насколько они... Вот здесь, когда мама критикует папу при ребенке, когда папа критикует маму, то есть лучше это делать все-таки, ну, индивидуально. Или когда вдруг ребенок узнает, что папа там, ай-яй-яй, не совсем хороший, или мама вдруг, ай-яй-яй, не совсем хорошая, да, то ребенок про себя думает, так, и то, и то, да, это я нехороший, потому что ведь и от папы, и от мамы во мне ровно половинка. А вот 14, при своем возрасте, наш подростковый возраст тоже прям всегда очень больная тема, тем не менее, там наступает период папы, и мне очень хочется, чтобы вот папы, папы, услышите меня, пожалуйста, вот 13-14 лет, просто вспомните, что у вас есть дети, которым вы должны сейчас как можно больше дать внимать, даже больше мамы. Не бойтесь взять у мамы образы правления в собственные руки. Это неважно, девочка или мальчик. Девочке иногда папа еще важнее, еще более чаще нужен, нужна поддержка и модель поведения, которую она потом перенесет в собственную жизнь. Хотите, чтобы она была счастлива? Позаботьтесь об этом сейчас. Участвуйте, да? Да, обязательно, потому что папа, его особая роль. К сожалению, мы недооцениваем, мне кажется, мы до сих пор недооцениваем роль отца в семье. Я уж не говорю сейчас про развод и про неполные семьи, и тем более больно слышать бывает, когда даже женщина заявляет, я родила для себя, никогда не понимала, не пойму никогда это, потому что речь идет о ребенке. И когда папы устраняются, и в силу даже не того, что не нужен ребенок, он вроде бы и неплохо относится, но у него какое-то мнение, особенно по отношению к девочкам, что она же девочка, пусть мама воспитывает. Вроде с меня взятки и гладкие. Ну, совершенно пагубное влияние в этом случае. Следовательно, на самооценку ребенка влияют и отец, и мать. Причем в подростковом периоде. В подростковом периоде это настолько важно, обоих именно, потому что вот модель жизнеустройства, она именно сейчас задается, вот это, и то, как будет ребенок чувствовать, жить и чувствовать себя дальше, очень во многом зависит от умения построить отношения, отношения в том числе с противоположным полом. Хорошо, я вот сейчас уже прямо, знаете, так интуитивно чувствую вопросы наших слушателей, да, которые говорят, слушательницы, которые говорят, ну вот так сложилось, что, да, одна воспитываю, например, ребенка, там, девочка ты или мальчик, как тогда быть, если, например, папа самоустранился или папы там нет, да, получается, что ребенок изначально сразу же уже с низкой самооценкой, или мы как-то можем помочь, да, вот, что мы можем порекомендовать таким женщинам? Ну, во-первых, искать эти возможности, ну, помимо папы, дедушка-то, наверное, ну, дай бог, не всегда, конечно, понятно, что не всегда. Я здесь скорее хочу, чтобы мамы тоже услышали вот эту свою ответственность за то, что выстраивать отношения. Я понимаю, да, есть моменты и ситуации, когда она, в общем-то, и не виновата, что так жизнь сложилась, да, но стремиться или хотя бы объяснять ребенку, что то, что у тебя нет папы, это совсем ничего не значит на данный период. Давай мы попробуем все, что можем делать сами вместе. Понятно, что она не заменит, но какую-то мужскую модель поведения где-то находить. Это почему нет? Это тренировки, где есть спортивные секции, там очень много мужчин, почему нет? А это вот старшие родители. И в то же время, да, вот эти же тренировки учат ребенка вставить цель и ее достигать. Ну, там-то да. Хороший тренер, это вот, однажды услышала, это половина отца, это правда так. И искать его нужно. Можно и нужно обязательно, тем более, слава богу, опять у нас есть подвижки в этом, это меня радует. Да, да, согласна с вами. Вот. А потом не надо забывать о родственниках, потому что есть очень хорошие там тети, дяди, когда и тут опять уже мама-то понимает ценность общения, не только в интернете. Поэтому даже с планшетом в руках, но лучше с дядей по поводу того, что смотрим или с чем играем. Да, или на рыбалку с этим же дядей отправляем. Ну, на рыбалку, наверное, труднее, но если дать планшет, они и туда вместе уйдут. То есть искать вот такие, да, варианты, когда... Конечно, чтоб руки не опускались. Потом сейчас, кстати, вот если говорить о психологах, всё-таки братья психологов, очень много ищут, особенно молодые психологи, тоже это очень радует. Они ищут новые способы общения с молодёжью, работы с молодёжью. Потому что психфаку выпускает много действительно инициативных, интересных, ищущих ребят. Да, согласна. И вот это предоставляет эту возможность. Иногда не всё упирается в деньги. Очень многие готовы, ну, если не бесплатно, то за какие-то очень минимальные деньги это делать. И причём это продуктивно делать, да? Да. От них действительно эффект от этой работы очень большой. Поэтому своего ребёнка не отправлять. Иди-ка ты сходи к психологу. Нет. Заинтересовывать. Есть всевозможные мероприятия, да? Есть лагеря вот эти, да, летние, там какие-то выходного дня, ещё чего-то, да? Где можно... Таких мероприятий достаточно много появляется. Включайтесь туда сами. Ведь очень часто привлекаются и родители, и дети. Это тоже очень разумно. Иногда родители должны делать первый шаг. Первый-то шаг. В первую очередь родители. И если хотите, чтобы продуктивная работа у ребёнка и с психологом прошла, а когда вы хотите действительно что-то подкорректировать, ему это необходимо, сначала сходите сами. Начинать с себя. Да? Это точно. Давайте вот ещё посмотрим у нас просто не совсем... Скажите, сколько времени у нас осталось? Немного. И у меня такой вопрос. Человек с адекватной самооценкой, да, сейчас уже вот будем говорить про норму, почему считается, что человек, у которого хорошая самооценка, он более жизнедеятельный, он может достигнуть чего-то? То есть что в нём вот есть такое, да, чего нет в человеке с низкой самооценкой, и почему ему, как всем людям, да, со стороны кажется, ой, да он там счастливчик, да он удачливый, да, он вот... Да ему всё вообще море по колено. Вот как можно выделить нам вот эти вот такие ключевые моменты, если это реально, и прямо на практике подскажите, как можно это в себе прямо взрастить? Да, это как вот я всегда говорю, вот тебе витаминка, а там маленькому, да, и я говорю, ты уже смелый, ты уже прямо там сам у меня умный, да, весёлый, энергичный. Он глотает эту там витаминку и говорит, я прямо чувствую, как всё меняется. Будешь смеяться, но такие витаминки, когда древние взрослым, это, ну, на тренингах сама, знаешь, мы это используем, и это работает. Это работает, и не важно, что это плацебо, да? Да, и смотри, и практически вот ответ первый на вопрос. Человек, который, ну, с адекватной, скажем так, самооценкой, это человек, который просто верит в себя. Это вот самооценка, я сам себя оценю. Это человек со стержнем. И иногда бывает, что и человек со стержнем, какие-то ситуации складываются, и самооценка может пошатнуться, и появляется неуверенность. Например, да, у человека, например, в кризисные моменты, там, да, во время развода, во время смены рода деятельности, да, это же вот такие моменты, которые, какая бы у тебя ни была самооценка, это кризис. И хороший пример, любая мама, которая посидела с ребёнком год-два-три в профессии, она чувствует себя не очень уверенной, и, как правило, говорит, что да, по отношению к этому самооценка упала. И здесь как раз и важно, да, а как можно её поднять, что можно сделать. Так вот, человек относительно, опять же, устойчивый в этом отношении, он ещё, он умеет запрашивать помощь. О, да, я с вами полностью согласна. Или будь то близкие, будь то какие-то ситуации себе создать, пойти, не знаю, просто, не знаю, в кафе с подругами, и каким-то образом себя поддержать, и поговорить о чём-то об этой же работе, да. А иногда просто пойти к специалисту, это ведь как раз запросить помощи. Почему нет? Я не справляюсь сама. Да? Да, я бы хотела, чтобы вы сопроводили меня в этот сложный период. Ну, мы уже говорили об умении отстаивать свою точку зрения, причём отстаивать её для себя тоже корректным способом. У нас же часто отстаивать, то есть это в виде какой-то, иногда считается в виде агрессии. Нет. Адекватно принять это право или вспомнить, скорее всего, если это взрослый человек, право на собственное я, право на эту жизнь, на право иметь своё мнение, отличное от других, быть таким, какой я есть, и быть со всеми. Одновременно при этом, да? И в комфорте со своим душевым состоянием. Да, и тогда, если это соответствует моему внутреннему состоянию, поэтому меня особо трудно не выбить из колеи. Отлично. Да, на практике. Важную штуку. Давай, давай. Умение отказывать. О, говорить нет. Говорить нет. Это вообще один из признаков адекватной самооценки, да? Да, да. На первый взгляд, кажется, чего проще, да, не устраивает меня что-то, ну, сказала нет, или я так не хочу. На самом деле, это до сих пор, опять же, в современном поколении я меньше с этим сталкиваюсь, и слава богу, меня это так радует, честно говоря, что... Потому что, когда есть прямая реакция, когда человек не делает вид, что, ну да, я вообще-то в корне не согласен, ну ладно, ну я подумаю и так далее. А просто говорит, нет, меня это не устраивает. И тогда уже ты знаешь, что, да, нужно искать другой выход, ну или какое-то другое предложение должно произвести. Следовательно. Если ты хочешь заинтересовать человека, да? И коммуникация значительно, она значительно продуктивнее получается. И легче мы можем договориться, чем если будем догадываться, догадываться и додумывать, что же там вдруг. Ну, про проекцию я сейчас не буду говорить, но тем не менее. Ну вот, вообще, на самом деле, можно на эту тему говорить очень много, да? Мы еще тут прямо... Бесконечно. Да, мы еще только-только-только начали подбираться ко всему, но я думаю, что еще встретимся и не раз, и развернем эту тему еще вкуснее. Договорились? Давай, попробуем. Ну, я хочу напомнить, я не знаю, можно ли в вашей программе это говорить, что следите за тем, что делают психологи. Допустим, мы, опять же, группы проводим, где самооценка, вот у нас первое занятие вот на днях происходит, и первая тема, которая вылезла на группу. Кстати, группа лучше всего работает с поднятием самооценки. Ой, я согласна, потому что, ну, что же один на один работает, да, с самооценкой? Причину можно одного выяснить, а дальше как раз группа... Обратная связь группы, поддержка группы... Тиркифтирует. Переоценить просто невозможно. Согласна полностью. Сегодня мы говорили про низкую самооценку, что с ней делать, и вообще, как с этим состоянием жить, и помогала мне раскрыть эту тему гешталь-практик психолог Валентина Околова. Валя, большое вам спасибо. Отличного настроения и до новых встреч. Спасибо вам. С удовольствием приду. Всего доброго. До встречи. До свидания.